Девушки отдыхают Взрывы, взрывы, взрывы Но на протяжении нескольких дней на федеральных каналах о Севастополе не говорили ни слова То ли авторы темников с горя в запой ушли, то ли просто в Кремле решили взять паузу, чтобы народ подзабыл унизительные детали Но по факту реакция получилась ну очень запоздалой, хотя и максимально смешной А ведь если разобраться, а что конкретно случилось? Ну да, противник, используя свои возможности, нанес удар по вполне себе военному объекту Ну если мы внимательно посмотрим, то наши ВКС ежедневно наносят таких ущерба противнику в разы больше Зная кремлевских чинуш и их ручных обезьянок в Останкино, у нас изначально не было ни малейших сомнений, что в основе всего антикризисного плана будет отборное вранье Собственно, на деле все так и получилось И начнем, пожалуй, с убогих попыток пропагандистов отмазать в очередной раз опозорившееся на весь мир российское ПВО Практически все беспилотники, ракеты, которые летят либо плывут в направлении Крыма, Крымского моста, уничтожаются на дальних либо ближних подступах Слыхали, друзья? Оказывается, все ракеты в направлении Крыма сбивают еще на дальних подлетах А в штаб одна прорвалась явно случайно, так что нечего паниковать То, что вчера произошло в Севастополе, это был уникальный случай Из очень большого количества крылатых ракет, говорят, что «Шторм Шэдо» улетели Лишь одна смогла попасть в цель И ты слушаешься это и думаешь, ну вот как так? Может, они мазохисты? В том смысле, что специально подставляются, чтобы их больно потом унижали? Ведь пропагандисты же стопроцентно видели видео, где явно видно, что когда очередная ракета прилетает Штаб флота уже горит То есть это был, ну, никак не первый прилет Ну или придется поверить, что у адмиралов от страха скрепное место пригорело Вот хоть тресни, вот бывает такое Та же история и с ракетами, которые якобы сбиваются на дальних подступах Уничтожаются на дальних, либо ближних подступах Но вот кого вы хотите обмануть, жалкие? Или Тарханкут напомнит с фейерверком на всю округу? А если мало Тарханкута, можем на погоны Евпаторию с демилитаризацией комплекса С-400 подкинуть? Под Евпаторию был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны «Триумф» И вот красным обозначена зона поражения системы Плюс как минимум три прилета в район Севастополя Сначала судоремонтный завод Господи, что здесь входит? Там залило Судоремонтный завод в Севастополе был атакован 10-ю ракетами в ночь на 13 сентября В российской подводной лодке «Ростов-на-Дону» был нанесен фатальный урон По мнению аналитиков, такие повреждения наверняка выводят подлодку из флота до конца войны А потом запасной и основной штабы И это только те прилеты, которые на видео попали А сколько еще по военным базам прилетело одному, только Богу известно Поэтому ПВО в России впрямь эффективное Сбивать шедо-штормы штабами пока получается почти всегда И даже пропагандисты признают, что это правда В общем, пока одни крикуны с помощью фейков пытались нахваливать убогое российское ПВО Крымчане все это время о том, что происходят ракетные либо беспилотные атаки Узнают в основном из средств массовой информации, либо из телеграм Практически все беспилотники ракеты, которые летят либо плывут в направлении Крыма, Крымского моста Уничтожаются на дальних либо ближних подступах Другие карасики закатили по теме Севастополя страшную истерику Нанесен удар Просто вслушайтесь По штабу Не, как-то возмездие, но к черту твоей матери Стереться лица от земли Например, пункты управления, мосты, точки входа Но больше других, как нам кажется, поплавила главу ассоциации трансвестита Новороссии Юлию Витязеву Бедняжки пластический хирург сто раз говорил беречь себя, а Юля после каждого унижения Россиюшки реально разрывается в хлам Сколько счастья вчера было, взрыв в Бердянске О, вот это истинные ценности Вот это то, что делает их счастливыми Потому что они уже не люди, они не люди Морали мне читать здесь не надо Не в наших, это, традициях вести себя Так, как ведут себя потомки бандеровцев Ненавижу их все Аще, конечно, человеку, давшему добро на появление Витязевой в эфире Нужно выслать как минимум грамоту от СБУ А еще лучше премию Ведь каждый эфир главы трансвестита в Новороссии Это подарок для украинского информпространства Она мастерски делает все, чтобы выставлять россиян поплавленными идиотами Сразу начинают вспоминать нам Киев за три дня Вы понимаете, мы никогда не говорили, что мы возьмем за Киев за три дня Это американский генерал Милли, напомню, был готов к тому, что мы возьмем этот Киев за три дня И мы бы его взяли Всем ясно? Оказывается, никто в России про Киев за три дня не говорил? Это все американцы врали А сейчас мы вам этих американцев и покажем И Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи дипломатов может не быть Два дня, а потом падение города А ведь там же еще и Кедми был, который в первый же день вместе с Соловьевым Киев языком зачищал В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева Ну же, Витязева, кто это такие? Американцы, да? Впрочем, и сама Юлия от перевозбуждения не сдержалась И заявила, что при желании Киев таким был бы взят за три дня Кто забыл, напомню, мы уже стояли под Киевом Когда трусливая украинская власть, в принципе, была готова То есть сказала, что она готова принять все наши условия Потом передумала Это нюанс, как бы, да? Вот же Бубочка, ну вот как ее не любить? Могли взять Киев, просто, наверное, не захотели А еще не хотели Маринку взять, ну или Авдос Она, походу, не понимает, как смешно звучат ее угрозы с учетом российских реалий Из Бродского лучший вид на этот город, если сей бомбардировщик И от Киева, и от Одессы, и от других некогда дорогих сердцу мест, да? Могут остаться одни руины Тут такова Солявия И мы бы этот бред даже не слушали Но Витязева всегда озвучивает хотелки самой упоротой части «Ура патриотов» И в контексте разгрома в Севастополе это было все же интересно, с познавательной точки зрения Хотя на деле шизики весьма ожидаемо фантазировали сценариями страшной мести У нас должен быть один девиз у всех Позади Москва, впереди Одесса Если хотим, снять угрозу с Крыма Свой шаг они сделали Теперь в этой тяжелейшей партии Слово за нами И, конечно, в Кремле сделали все возможное, чтобы удовлетворить запросы, так сказать, Ядерного электората Но разница между Украиной и Россией в том, что украинские силы обороны умножают на ноль Реально топовые военные объекты Чмони же системно отыгрываются за поражение на гражданских Причем делают они это даже не стесняясь Удары по Крыму в СССР становятся все более надлыми Удар по штабу Черноморского флота Поражение нашей подводной лодки Ростов-на-Дону Хорошо, что с окончанием, так сказать, весенне-летнего сезона Наше командование возобновило удары по энергетической инфраструктуре Ближе к зиме эти удары должны, так сказать, все-таки интенсифицироваться Для того, чтобы им, так сказать, жизнь медом не казалась Чтобы жизнь медом не казалась Вот в этом вот вся философия путинского недорейха Вот почему, не имея возможности адекватно ответить за Севастополь военным Жалкие ударили по гражданскому объекту в Кременчуге Чтобы потом, хлопая в ладоши, кричать об уничтожении самолетов с британскими ракетами Аэродром, с которого был нанесен удар по Севастополю, уничтожен вместе с авиацией и ракетами Никаких сигналов о воздушном налете не поступало Предполагается, что использовались малозаметные крылатые ракеты Х-50 А это уже сам момент прилета Девочка снимает видео для своего блога Даже ребенок знал, что на город летят ракеты То есть никаких суперсекретных невидимок чмони, конечно же, не запускали Лошадь в Кременчуг, в укрытие, в ветерина тревога, ракеты напрямку Кременчука Ну а дальше, где-то совсем рядом, случается прилет И каждый, кто не практикует секс в глаза, может заметить, что шла девочка не по военному аэродрому, а по обычной улице Но в России из удара по гражданским сделали невероятную победу Мол, все, Севастополь отомщен О том, как мы ответим за Севастополь, мы только что за него ответили, если кто-то еще не слышал Аэропорт Кременчуга, откуда был нанесен удар крылатыми ракетами по Крыму и Севастополю Был поражен Россией большим количеством крылатых ракет Ну а чтобы уж, так сказать, наверняка отомстить, жалкие влупили ракеты еще и по пустой гостинице в Одессе А во время пожара всей Россией хлопали в ладоши и насиловали друг другу мозги рассказами Мол, это не гостиница, это штаб ВМС Также сообщают, что в гостинице Одесса размещался штаб ВМС Украины Ну, да, конечно, штаб ВМС, да, причем штаб ВМС США, наверное Вначале его хотели вообще на острове Змеиной сделать, но потом все же выбрали гостиницу на первой линии То есть самую уязвимую цель для ракеты или ударных БПЛ Асмур Попали куда надо Ну, бывший отель, теперь нам его придется снести и на его месте построить А вот, кстати, что на его месте построят? Ну, какая-нибудь точечная застройка будет Но вся абсурдность ситуации чинуша с Кремля, видимо, не напрягала Им для картинки нужен был яркий пожар Ну, вот они его и получили Ну, а для самых тупых еще и фотографию с техникой возле гостиницы слили Естественно, Украина написала, что она была абсолютно пустая Правда, через 2-3 часа в сети были опубликованы, ну, в довольно приличном количестве фотографии Этого же самого отеля, рядом с которым были запаркованы военные бронированные автомобили И тут же глубинный народ, что называется, поплыл от счастья Украинские СМИ распространяют информацию о том, что гостиница Одесса, которая была поражена сегодня ночью, была заброшена Однако фотографии, обнаруженные в интернете, говорят об обратном На кадрах видно И, конечно, никто из крикунов не полез проверять свежесть этого шедевра Назря! 30 секунд времени и неутешительный для фейкометов исход Дело было аж в 2021 году Тогда на Одесском морвокзале в честь 30-летия вооруженных сил Украины проходила выставка военной техники Катера, броневики и Нептун В Одессе проходит выставка вооружения ко дню ВСУ А сейчас пропагандисты просто взяли баянчик и выдают его за свежее фото Оно и понятно Иначе ж победы не будет А победы эти глубинному народу сейчас нужны крови из носу И не только из-за успешных ракетных ударов украинской армии Но и в целом из-за ситуации на фронте Под улюлюканье пропагандистов о провале контрнаступления Здесь, по-моему, всем понятно, что фронт мы укрепили Что, в принципе, весь этот контрнаступ абсолютно захлебнулся И мы ждем очень ответного удара Учитывая, что у противника наступательный потенциал уже не просто практически исчерпан А уже просто последнее дыхание какие-то выполняются Наступать будет наша армия Вот тогда и посмотрим, что такое контрнаступление Российские чмони продолжают отступать На запорожском направлении силы обороны Украины вошли в Вербовое и Новопрокоповку Что подтверждают запоребриковые же военкоры Хохол зашел в Вербовое еще позавчера Сегодня полсела уже за ним В районе Новопрокоповки противнику удалось расширить плацдарм А в районе Бахмута ВСУ настолько качественно демилитаризирует противника Что на эфирах пропагандистов вдруг заговорили Ммм, а нужен ли России Бахмут вообще? По поводу Бахмута А вообще нужен он нам? Как то, что груда щебнет, да? Какое стратегическое значение для нашей армии имеет? Если у нас, скажем так, основная цель деноцификация Такой, знаете, очень многообещающий знак Который все же большинство уропатриотов вряд ли оценят Вот и приходится пропагандистам разного рода победы параллельно выдумывать То они базу наемников ракетой якобы накрыли То, чур не ржать, уничтожили «Леопард» Прямо с экипажем «Бундесвера» Наши разведчики уничтожили немецкий танк «Леопард» Уничтожили вместе с экипажем Который полностью состоял из военнослужащих вооруженных сил Германии При этом смешные еще и уверяют, что успели допросить раненого немца Один из немецких танкистов, после того, как машина была подбита, будучи сильно раненым Какое-то время еще оставался в сознании Его успели допросить российские бойцы И тот рассказал, из какого он подразделения «Бундесвера» и как попал на Украину Но вот снять такую сенсацию, видимо, ни у кого телефона не нашлось А даже если представить, что экипаж после допроса не выжил Даже тела хватило бы для международного скандала Но с тем учетом, что глубинному народу предлагают поверить на слово То, что за киевский режим воюют иностранные наемники и всякое отребье, давно известно Но то, что против российских воинов на «Леопардах» в наступление идут немецкие солдаты Вот это, конечно, новость с историческим контекстом Получается, Берлин отправил своих солдат воевать против России, так что ли? Нет никаких сомнений, что эту влажную историю они тоже придумали Оно и понятно, когда побед нет, надо фантазию включать И знали бы вы, как сильная такая работа надоела самым зашкваренным крикунам Они уже хором наступление просят Учитывая, что у противника наступательный потенциал уже не просто практически исчерпан А уже просто последнее дыхание это выполняется Наступать будет наша армия Наступление нужно, наступление важно Самые главные важны приоритеты, на которые мы направляем наши военные усилия Без этого дальнейшее движение попросту будет невозможно Только чтоб хоть какое-то время победы выдумывать не приходилось Но глядя на карту, предпосылок для чего-то хорошего у России немного Но мясо-то они соберут А вот мастерство, а главное мотивацию на Уралвагонзаводе не делают А поэтому ждем продолжения эпичных штурмов в стиле прошлогоднего Углидара С визгами, сорванными погонами и целыми подразделениями Которые от того разгрома не могут оправиться уже скоро как год